Вкусная радость приветствую! Друзья мои, здравствуйте! Все, кто заглянул ко мне на канал, я стала партнягиной. Всех приветствую! Друзья, сегодня будем варить суп из того, что было. Я его сварганила. Короче говоря, у меня есть кусочек кабачка, одна картошка, кусочек болгарского перчика сладкого, репчатый лук, кусочек морковки, риса немножко и зелень. Пока я искала кинзу, вытащила всю зелень. Шпинат, укроп, петрушка, кинза, лук зеленый, короче, вот целая гора. Растительное масло, томатная паста немножко добавлю, помидорку нету, сахар, соль, может, пряности. Приступаем к приготовлению ароматного, душистого зеленого супа, вкусного, с рисом, ням-ням. Как всегда, для начала я ставлю казань, наливаю в него растительного масла. Вот, можно готовить на бульоне. Так, что мне резать? Ну, нарезаем лучок, морковку и т.д. и т.п. Все, что у нас есть. Откладываем под досточку тканку какую-нибудь. И нарезаем лучок. Что там вам видно? Нет, конечно. Вам ничего не видно. У нас ливнивый дождь с ночи идет. Все затопило. Опять у нас озеро Байкал. Ну, нет, конечно, не Байкал, озеро Грязь. Посмотрите, что вот так вот до самого подъезда. Вот такая вот погодка у нас. Видите, у нас уже березка желтеет. Видите листья? У нас уже все. Тополя многие пожелтели, уже летит листва. Сибирь? Что вы хотите? Так, ну что? Так, друзья, короче, клянчить я у вас больше ничего не буду. Никаких лайков, никакой помощи, потому что я уже поняла, мои подписчики или нищие, или очень жадные. И мне человек искренне откровенно, что думаю, то и говорю. Не все, конечно, может быть, есть просто нейтральные люди. Может быть, есть люди, которые подталкивают на стиму у меня. Ну, ладно. Не суть. Не мне судить людей, понимаете? Я сужу не только людей, но и саму себя. Я вообще уже жадкий самоед. Ну, кто меня знает, тот меня знает. Короче говоря, ладно, друзья, поехали. Нарезали лучок, да? Сейчас я немножко подточу. Как камушек. Ну что, тут такое вообще ужас. Ну, короче говоря, друзья, у нас уже первые дни прохладные такие. Вот. Морковочка у меня. Кусманчик. Кусочек я дружечку оставила. Вот. Порежу как-нибудь. Как-нибудь порежу, как-нибудь порежу. Та-та-та-та-та-та. Не ставьте мне ни лайки, ничего не надо мне делать. Как-нибудь 10 лет жила без ничего. Ну, в интернете, на ютубе. Еще проживу. Вот. Просто я знаю, что благодарность, она возвращается. Понимаете? Ну, как бы, знаете. Все благодарность, все добро благодарностью возвращается. Знаю по себе. Вот. Поэтому. Да, вы сами все-то знаете. Все взрослые люди, господи. Вот так вот соломочка. Котя, ты куда лезешь? Ты хочешь, чтобы я тебя поджарила? Ну-ка, слазь и стала. Быстро. Козевка, ворозевка. Залез. Лазить там вокруг вас. Так. Ну, вот сегодня я такой вот соломочкой порезала, да? Такс. Это мы обжарим. Такс. Картошку сразу порежу. А что? Картошку. Может быть, кубиком мне сегодня порезать. Сегодня может быть порезать. Нет, кубиком. Никогда, кстати, не резала кубиком. Сейчас порежу кубиком. Картошечку. Вот. Видите, одна картопляшка у меня. Было две. Одна такая была маленькая, она вся гнилая. Я ее выбросила. Больше у меня картошки нет. Вот. Блоги не стала снимать, они никому не интересны. Я вообще не знаю, почему мне такая невезуха. Мне вот ни с чем. С работы мне так заказы, блин, беру прямо смело уже. Раньше, понимаете, ну, боялась брать заказы. Сейчас я беру смело, бесполезно, вот прям пишу лично заказчику. Я не знаю, что за ерунда такая. Кто мешает мне, какая дрянь не мешает зарабатывать деньги. Ну, это так, это эгрегоры мешают. Вот. Я потому что со всей душой и сердцем хочу, это уже желаю прямо. Ничего мне не получается. Вот. Я не знаю, что это за опыт такой, для чего он мне дан. Но ничего хорошего, короче, я задолбалась уже быть в отчаянии, понимаете. Что-то вообще косяк. Так, хочу к своей внучке. Я ни о эту тему не разговариваю, потому что я всегда очень сильно расстраиваюсь и потом три дня реву. Представляете, вот каково жить вот так вот. Ни сына, ни внучку не видела. И так, у нас сковородка, казан уже нагрелся. Бросаю сюда морковку и лук. Добавляю сахара. Пол чайной ложки, потому что еще потом в томат будем добавлять. И размешиваем. На сильном огне ждем, пока поджарится. Рис у меня уже промытый. Включаю вытяжку, открываю. Порточку у нас покрасывало. Дрюбает 15 градусов ветер. Картошечку кубиком нарезала. Рис у меня промытый. Осталось нарезать кабачок и перчик. Сейчас все на доске будем делать, чтобы можно не заморачиваться. Короче, такой вот рисово-овочной супчик. Кабачочек не чище, потому что хороший кабачочек я вам его показывала. Я там очень, уже пусть я брюнки одного кабачка приготовила. Кабачочек тоже будем врезать, это такое, кубиком. Так, чтобы было так, подсчитать, чтобы удобно было. Ну, короче, кабачок я нарезаю кубиком. Итак, смотрим, что у нас здесь. Совсем что-то не поджаривается. Не знаю, что такое напряжение маленькое. Ну, очень плохо поджаривается, хоть и с сахаром. Может, я плохо разогрела. Там я уже порезала картошку, кабачок и перчик соломочкой. Все уже приготовлено. Осталось только забросить. Ждем, пока хоть немножечко подрумянится. Ну вот, друзья. Поджарилась. Можно, конечно, перчик, кабачок, но я ничего не буду этого поджаривать. Я сейчас добавляю томат в пасту. Вот так. Одну полную ложку сверху, сборкой чайную. Добавляю еще полуложечки сахара сюда, чтобы, как говорится, не было изжоги. Надо обязательно прожарить пасту, чтобы она прожарилась. Именно вот прожарилась. Ферментация такая происходит при нагреве, при жарке. Она потом не дает изжоги. Итак, друзья, я добавлю немножко пряности. Размешиваем. Пучку так скребу, по скребу. И добавлю прогреть пряности наляпала. Вот тмина, щепоточку. Инбиря для иммунитета. Куркумы тоже для этого же. Куркумы не переборщите, потому что она имеет свойство горчить, когда ее много. И вообще у нее такой свойственный для нее. И вчера перчик, наконец-то, я купила свежемолотый. Сейчас прогреется. О, вообще, будто пад. Так, ой, сразу запах пошел. Все, размешиваем. Тут можно сразу рис добавлять, картофель. Рис с картофелем я добавляю сразу. Не надо со мной спорить, что что-то отдельно готовится. Нет. Рис у меня, он практически весь дробленый. Картофель молодой, все сварится одновременно. Вполне мне нормальный такой-то. А то, как вспомню, как там раньше. Видела я, училась, когда смотрела, как готовили. Рис забросить раньше, картошку позже. Фигня, что это так. А, короче говоря, кипяченая вода у меня есть? Есть. Добавляем сразу кипяченую воду. Она у меня горячая, поэтому я сейчас не заморачиваюсь. По-моему, мне, наверное, придется добавить. Ну, все, горило, короче говоря. Размешиваем. Нашу. Зажаристую. Да, надо еще будет воды мне добавлять. Сейчас. А, у меня еще и ступечено, только холодная. Вот так. По-моему, достаточно пока. Так, ну все, ждем теперь закипания. И убавляем огонь. Ну, чтобы не сильно бурлило. Ну, у меня такого огня нет, у меня будет на среднем. Какой есть? Если я убавляю на тройку, она вообще молчит. Если на четверку, то она все-таки кипения такое происходит. Поэтому тут уже что есть. Ждем, пока закипит. Ну, что у нас тут все активно бурлит. Смотрим. Пена, это естественный процесс. Тут мне надо бубнить и что-то писать всякую дрянь. Здесь рис. Это естественно, что здесь пена моют. Вот вы миллион раз промойте рис, все равно пена будет, потому что наличие крахмала. Картофель, пена. Рис тоже пена. Вот, снимем немножко. Чтобы жириночку нашу маленькую не снимать. Все, разговор окончен. Так, что смотрим тут у нас? Ну, рис аль денте у нас уже, видно по цвету. Так. Наверное, будем забрасывать сейчас уже. Картошка тоже аль денте. Я забрасываю кабачок, перец и зеленуху. Все одновременно. Потому что тут уже минутки три осталось до готовности. Все равно еще горячий буду стоять. Рис в любом случае, он дойдет всегда. Поэтому тут бояться нечего. Сейчас я посолю сначала, а потом уже буду добавлять зелень. Солим. Размешиваем. Ну, и оставляем на таком же огонечке. До полной готовности уже всех ингредиентов. Что-то ищем. Даже картошечки вам не дала, потому что одна картошина у меня была. Не огурца, ничего вам такого вкусного нет. Сейчас я попробую на сольку. Она, конечно, еще не растворилась. У меня же каменная соль. Ну, ладно, мы еще в конце попробуем. Сейчас я добавляю петрушка. Так, петрушка. Все с морозилки. Шпинат, кинза, укроп и зеленый лук. Вот такой набор зеленых. Я говорю, пока искала кинзу, всей зелени добавила. Не хотела шпината, а потом думала, да... Блин, надо жрать витамины, пока есть. Не откладывать на завтра. Жить сейчас. Не откладывать на завтра. Ну, все. На среднем огонечке. До полной готовности. Душистый, витаминный у нас летний супчик. Ждемся. Так, друзья, что... Смотрим, что у нас здесь происходит. Сразу видно, я ничего не трогала. Очень-очень давно. Очень-очень давно. Пахнет кинзой на всю кухню. Кинза именно. Вот, кстати, говорят, что кинзу варить вообще нельзя. Ну, нежелательно. Ну, а что делать? А я вместо кориандра добавила кинзу. Да. Так, смотрите, какой у меня густой супец. Ну, все, наверное, он готов. Сейчас посмотрим. Нет, брешу, он не готов еще. Хабачок еще сырой. Он только закипел. Почему только густой-то? Вроде бы я... Может, я еще добавила продуктов? Так, ладно. Будет у нас как харчо. Правда, напоминает харчо. Такое овощное харчо. Не мясное, а овощное. Ладно, не важно. Сейчас я попробую на сольку. Ой. Такой вкусный супчик у нас будет. Сытненький. Хоть и без мяса. До сольки чуть-чуть. Чуть-чуть еще. Ой, перчик какой остреный. Точно харчо получился. Вот вроде бы томат добавила, а кислинки вот не хватает. Но... Жалела, надо было еще этот огурчик малосольный добавить. Ну, ладно. Ну, короче, еще пару минут, и я выключаю. А то потом все дойдет уже, зато это ничего не расквасится. Хабачок такой, он уже... Он уже почти готов. Он уже мягкий. Все. Ну что, рис готов. Все готово практически. Вот. Сейчас... Я сейчас на... Вообще-то сильное кипение включу и убираю уже с плиты. Итак, друзья, наш сытный овощной супчик с рисом готов. Очень душистый, вкусный. Естественно, конечно, полезный. Потому что ничего не переварено. Все очень вкусно. Ничего вредного здесь нет. Желаю всем радости бытия, счастья, достатка и благополучия. Любите жизнь, друзья. И она обязательно ответит вам взаимностью. Всего доброго. Чао-ка-као. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!